ВОРКЛ ВОРКЛА 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 Это бизнес-аудитория. И они приходят, и есть запрос. И тренинг дает им ответ. Тренинг дает им инструмент. Сотни писем людей, которые прошли тренинг, открылись глаза, там все стало ясно, понятно, вот такие результаты, сдвинулся с мертвой точки. То есть людям помогают? Помогают. Но тренинг не таблетка, конечно. Человек помогает себе сам. А тренинг дает то, чего не достает. Осознание ситуации. И пути выхода. Или пути перехода. Выход – это когда беда-беда, когда полная «Ж». Вы подводите человека к осознанию этой ситуации. И предлагаете какие-то выходы. Мы считаем. Мы алгеброй музыку поверяем. Мы считаем жизнь по основным компонентам, по баллам. И это совершенно получается объективная картина. Радислав, давайте поговорим про трудоголизм. Вы упомянули этот термин. Трудоголики, на ваш взгляд, люди неуспешные. Скажите, почему? Ну, во-первых, успех невозможен без свободы. Трудоголизм – это зависимость. Это зависимость от полного погружения в гонку, в занятость и так далее. Причем не в эффективность, что важно, а в занятость. И человек бессознательно таким образом строит дела, чтобы быть нужным, необходимым, круглосуточно, задействованным и так далее. Ну, казалось бы, что в этом плохого? Ну, в этом плохого-то вроде бы и ничего для работодателя. А так-то плохо для всех. Эффективность низкая. Человек занят и выгорает. Через время он становится совсем неэффективен. Он выполняет за два часа работы столько, сколько работы, на которой, в общем, полчаса много. Он издерган, зеленоватый оттенок его кожи, его не видит семья, у него страдает здоровье и так далее. Это зависимость. Вы знаете, как алкоголик постепенно входит, не сразу становится алкоголиком, и не замечает, как входит. Ему люди говорят, дружище, тебе надо что-то с собой делать. А что, нормально? Я пью, как все, ни больше, ни меньше. Ему кажется, что это нормально. Так и трудоголик, он, некоторым образом, облагораживает свое положение. Более того, вы не найдете ни одной книги, в которой воспевал себя некий алкоголик. Но полно книг, которые воспевают трудоголик. Так что ты делал, да. И это, некоторым образом, как бы стимулирует влечение людей. Они видят себя занятыми, все время в делах, в делах, в делах. Римандер переполнен, встречи, мечутся. Им кажется, что это кайф. Я бы тоже прожил в этом режиме, а потом проходил реабилитацию, потому что было выгорание. Синдром хронической усталости, выгорание. И, к сожалению, органические изменения, необратимые. В коре головного мозга происходит у человека. Необратимые, к сожалению. То есть мы становимся... Наши способности сокращаются. Человек, который живет в режиме выгорания, в режиме трудоголизма долгое время, он, как алкоголик, постепенно теряет личность и не замечает. Это вновь замечают близкие, бьют тревогу, а бывает поздно. Скажите, а трудоголик – это качество приобретенное, врожденное. Как с этим бороться? Как это может быть врожденное? Конечно, приобретенное. Конечно, приобретенное. И бороться с этим нужно... Забить на работу? Ну, человек не может избавиться от зависимости самостоятельно, если он уже погряз. Могут помочь близкие, может помочь работодателю. В Швейцарии, когда я был, я узнал с огромным удивлением, что, оказывается, рабочий день должен заканчиваться на предприятиях в 5 часов. На предприятиях, которые не связаны с круглосуточным обслуживанием людей. Если 5 часов человек не уходит домой из офиса, он обязан доплачивать государству. И логика в этом очень простая. Государство говорит, если ты станешь пенсионером, мы сверх обычной пенсии будем оплачивать твое лечение. Ты сейчас совершенно точно упашешься на работе и будешь болеть в старости больше, чем в норме. Поэтому мы хотим, чтобы ты нам заплатил сейчас, чтобы мы могли... Чтобы было на что тебя лечить. И вы знаете, у швейцарцев как-то что-то сдвинулось в голове, они поняли ценности жизни и так далее. А государство установило такой лимит. В этом есть глубокая забота граждан. И вы знаете, я в Швейцарии выхожу на улицы 6-7 часов, полно людей в кафе, балагурят. Ужинают, шутят, играют, катаются на велосипедах. А у нас в это время люди еще раздар рабочего дня. Наши приедут, поужинают и... То есть в России доплачивают за переработку, в Швейцарии напротив. Да, напротив. Но мы, может, тоже к этому придем. Государство понимает, что в благословочной перспективе оно теряет своих граждан. Работодатель-то заинтересован, чтобы люди сидели до ночи в офисе, а лучше до утра, лучше вообще никуда не уходили, зарплаты не просили. Государство некоторым образом выполняет свою функцию. Оно уравновешивает силы. Это его задача. Оно уравновешивает силы. Работатель хочет бесконечной прибыли, работник хочет полноценной жизни. Государство уравновешивает. Так ловит на весы нечто другое, некий другой мотив. Оно ограничивает аппетит работодателя, ограничивает его возможность эксплуатировать людей бесконечно. Но ситуация обратная. И боюсь, что от предпосылок в ближайшее время нет. Интересы государства явно не находятся в области здоровья граждан и полноценности их жизни. Явно не находятся. Радислав, Воркл предлагает пользователям самостоятельно планировать свое рабочее время. Без начальников, без жестких временных рамок. Работать, предположим, с 9 до 6. Как в этом случае пользователь может грамотно спланировать свое рабочее время и эффективно при этом? Все знают, как грамотно и эффективно спланировать. Вопрос воли. Ваш вопрос напомнил мне, как ни странно, опрос, проведенный на улицах Москвы. Тысячи прохожих спросили, хотели бы они жить вечно. 994 из них ответили утвердительно. Из них только 6 смогли внятно ответить, как они собираются провести ближайшие выходные. Проблема в том, что большинство людей не может планировать свободное время. К сожалению, да. Да, работодатель, предприниматель делает это за нас. Он нам расписывает, когда мы должны быть, что мы должны делать, когда мы должны отдыхать и так далее. И большинство людей совершенно счастливы. Им задана структура, и они в ней живут. И тут вдруг, хоп, выходные. Неожиданно настали выходные. Никто не ждал, чтобы субботу выйти в выходные. Они не запрограммированы у нас. Он проснулся утром, в 11 часов он попил кофе, к 12 он позавтракал, думает, чем бы заняться уже поздно. Чем-то заниматься. Он прослонялся полдня по дому, потом подумал, надо куда-то пойти, куда не понял, залез в интернет, чтобы посмотреть, что происходит в городе. Завис в интернете, в соцсетях. Уже вечер, идти поздно. Лег спать, утром, воскресенье. Все, день прошел. Целый день. Вот большинство людей, значительная часть людей, которые оказываются в свободном графике, которые оказываются людьми свободной профессии, получая прекрасную возможность повысить эффективность, работать на себя, не могут собраться с тем, чтобы сесть и работать. Или сядут, поработают, 20 минут подпрыгнули куда-то, схватили себе эту чашку кофе, позвонили по телефону, побежали обниматься с ребенком. Ну и так далее, и так далее. Работа дома, огромное количество соблазнов. Здесь вопрос самодисциплины? Исключительно. Вопрос воли и самодисциплины. Какая бы ни была мотивация. Вот мы иногда ругаем ребенка, что он не усидчив, что он сидит, не может делать уроки 2 часа подряд. Ты за 2 часа все сделай, иди гулять. Что ты прыгаешь, что ты отвлекаешься? Как знакомый. Занимайся. Если ты отвлекаешься, то ты не можешь потом вернуться, сконцентрироваться. Но ведь взрослые делают то же самое. Усидчивость – это вещь воспитуемая, во-первых. Во-вторых, есть инструменты тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент – это не только умение планировать время, это умение мотивировать себя на то, чтобы выполнять определенную работу в нужное время. По большому счету, слово «дисциплина», мне нравится это определение, это способность делать то, что нужно, тогда, когда нужно. Правда? Не просто что нужно, а тогда, когда нужно. И дома создать для себя рабочую атмосферу, рабочую обстановку, выделить рабочее время сложнее. Честно говоря, мой дом позволяет мне работать дома. Радислав, все же хотелось услышать от вас рекомендации для наших начинающих пользователей. Первое – ограничение. Ограничение, вот что помогает. Время и пространство. Четко выделить время. Вот этот промежуток. Легче сосредоточиться на деле, когда ты знаешь, что этот промежуток кончится к такому-то времени. Но я, например, так делаю, я сажусь в компьютер, я говорю себе, вот до 18 часов я отвечаю на почту. И до 18 часов я абсолютно сконцентрирован, я никак не отвлекаюсь. Но если я сяду и просто скажу себе, ну что же, поотвечаю-ка я на почту, может этой концентрации не хватить, эффективность упадет. Или если я отвечаю на почту до 18 часов, и я понимаю, что у меня есть еще время, есть почта, которая имеет смысл поработать, я говорю себе, ну окей, я отвечаю на почту еще полчаса. Я отвечаю на почту еще полчаса, а потом себе говорю, так, вот этот час я читаю, или вот эти полчаса я отдыхаю. И я сконцентрированно отдыхаю. Я не отвлекаюсь, я не бросаюсь к компьютеру всякий раз, когда там что-нибудь хвакнет, чирикнет, что пришло новое сообщение. Это время. Что касается пространства. Когда вам предоставлена возможность находиться где угодно, вы как бы не находитесь нигде, у вас нет нигде рабочего места. Наша психика так устроена, что она запускает определенные механизмы, когда она узнает время и пространство. Вот поэтому, говорят, важно в одно и то же время ложиться спать, вставать, принимать пищу и так далее. Точно так же важно работать в определенное время и в определенном месте. Когда психика узнает место и время, она включается на большую эффективность. Поэтому нужно выделить место, пусть небольшое. Рабочее место. Да. Пусть это будет, если вам нужен только ноутбук для работы, пусть это будет кресло. Вы в этом кресле не только работаете, можете еще что-то делать. Но если вы работаете, вы работаете только в этом кресле. Вы садитесь, поднимаете крышку ноутбука, пошла работа. И, конечно, третья вещь, которой нужно договариваться со всеми близкими. Не беспокоить. Папа реально на работе. Ну, там, или мама. Не беспокоить, не отравить. Обеспечить полную изоляцию, чтобы человек погрузился в то, что он делает. В конце концов, как я понимаю, люди, которые работают на Workflow, они контактируют же с клиентом. Обязательно. И онлайн. Поэтому клиент не должен чувствовать, что кто-то еще там присутствует в этом пространстве разговора. Он должен быть полностью, вот полностью, на нем полностью с ним. Ну, понятно, что можно разворачивать рекомендации, но вот эти вот три основные. Да, это изоляция, время и пространство. Радислав, вы успешный предприниматель, титулованный бизнес-тренер. Поделитесь, пожалуйста, секретом, когда вы научились правильно распоряжаться своим личным временем. Титулованный, красиво сказано, востребованный, мне больше нравится слово в данном случае. Я действительно многое работаю, и много работал для того, чтобы много работать, как ни парадоксально. Для того, чтобы выработать эту востребованность, для того, чтобы сделать качественный, нужный людям продукт, для того, чтобы продвинуть его на рынок. Это удивительная вещь. Есть несколько компаний, которые я основал в свое время, которые работают, работают успешно, большей частью. Есть карьера тренера, тоже состоявшаяся, считаю, мне есть чем поделиться с молодыми, начинающими тренерами. Но при этом я все время как-то прихожу к тому, что я чего-то не успел, что-то еще отложил, что вот что-то, что-то, что не реализовано в те сроки, в которые я... Знакомое чувство. У меня постоянно. Постоянное ощущение, что я вот чего-то упускаю, не догнал, не догнал. Но когда я встречаюсь с кем-то из коллег или товарищей, они спрашивают, что произошло за последний год, или там за последние пять лет, люди говорят, как это можно успеть за один год. Ничего себе, какая разница. Да я и сам объективно смотрю. Допустим, оказался в каком-то месте, вспоминаю, о, да я здесь был ровно год назад. Начинаю вспоминать, что со мной было год назад, но просто такое ощущение, что лет пять прошло. Очень много успел, очень много сделал. Пожалуй, что это связанное понятие. Когда вы берете на себя больше, чем в состоянии потянуть, то вы тогда стараетесь сделать больше, чем делает средний человек. И даже если вы делаете больше, чем средний человек, у вас все равно что-то остается, потому что вы еще больше берете на себя. Но таким образом вы больше успеваете. Я, правда, не знаю, так ли это хорошо и так ли это правильно успевать больше. Я считаю, что разные периоды жизни – это гонки за разными вещами, за разными ценностями. Но сейчас у меня вот такая гонка за успехом, которая является производным от слова «успеть». То есть нужно успеть, успеть, успеть. Но неизбежно у нас станет счастливый период, когда я могу сказать себе «стоп, мы никуда не спешим, мы никуда не бежим, мы наслаждаемся жизнью». Может быть. Не знаю, когда это наступит. Радислав, а как понять, что я, предположим, много возложил на свои плечи и я не потяну? Ну, как это определить? Вы знаете, мало кто из нас знает пределы своих возможностей. У меня в тренинге есть упражнение, в котором людям предлагается некое физическое действие, которое они должны выполнить в единицу времени. И сначала я предлагаю им спрогнозировать, сколько раз они за эту единицу времени смогут совершить простейшее физическое действие. И подавляющее большинство людей занижают свои возможности втрое и больше. А могут на самом деле больше, да? А могут больше, конечно. Но практически весь зал выполняет это действие в три раза больше, чем обещали и так далее. То есть некоторые люди даже в 10 раз занижают свои реальные возможности. Это относится к такому простому физическому действию, но в отношении остальных обстоятельств жизни то же самое. Многие люди скажут «я не лидер по натуре, я не умею, я не могу управлять людьми, власть мне претит». А потом «хоп, получил назначение, раскрылся и отлично получается». Кто-то скажет «я не умею торговать, я человек умственного труда», а потом «хоп, кризис». И либо ты торгуешь на улице и зарабатываешь, либо ты не торгуешь и умираешь от голода. Пошел и так расторговался неплохо, и такой прям у него проснулся талант. Люди не знают своих возможностей, люди не знают того, сколько они могут потянуть, например, даже без напряжения. И довольно часто люди, знаете как, умирают люди довольно часто не от перехлаждения, а потому что им кажется, что они должны уже умереть. Человек может без пищи обходиться, есть известный случай, когда 200 суток и больше. Человек умирает через неделю, потому что, по его мнению, он должен умереть, потому что без еды нельзя жить неделю. И так далее. Люди не тянут, потому что им кажется, что они, по идее, должны уже не тянуть. А по большому счету, между нами говоря, жить на пределе возможностей – вот самый большой кайф в жизни. Когда вы вспоминаете периоды жизни, когда вы были на пределе, когда вы на пределе работали или отдыхали, когда вы на пределе учились или любили. Адреналин? Этот предел. Не только адреналин, там целый коктейль всяких генов, гормонов. Даже не столько в адреналине дело. Быть востребованным? Смысл жизни. Смысл жизни, когда жизнь на пределе. Дальше все. Кстати, горе на пределе, между прочим, отчаяние на пределе тоже оставляет след. И как ни парадоксально, человек вспоминает момент, когда он был в отчаянии на пределе, как сладкий момент в жизни. Как ни парадоксально. Вот это жизнь на пределе, вот это удовольствие. Но при этом мой тренинг полный же о балансе. Жизнь на пределе – да, но не всегда. Не постоянно. Знаете, ну… Вообще баланс, гармония – это всегда хорошо, когда все в гармонии с самим собой. Умение переключаться. Умение выключать лидера. Умение выключать работяжку. Умение выключать в себе ответственного за всех папу, начальника, Бэтмена. Это регулируемые процессы такие, да? Это регулируемые. Я за свободу. Свобода предполагает, что человек в любой момент может перестать делать то, что он делает, начать делать что-то другое. Если не может, он не свободен. Если я выбираю, и это мой свободный выбор, то окей, нет претензий. Но если я бы предпочел этого не делать, но должен, или предпочел бы делать это иначе, но вынужден, здесь вещи о свободе не идут. Нет разговора о свободе, нет разговора об успехе. Ранислав, вы знаете, когда Воркл выходил на рынок, даже несмотря на то, что мы работаем при поддержке правительства Российской Федерации, мы резиденты Сколково, этот продукт воспринимался как, ну, несколько скептически, в штыки, можно так сказать. Ну, наверное, как и все новое, да, людьми воспринимается немножечко с неприязнью. Скажите, есть ли какой-то метод или технология снять эту боязнь? Боязнь? Боязнь нового продукта. Как снять недоверие к новому? Это вопрос, который беспокоит всех, кто создает что-то новое и важное, ценное, и новая мода, и новый лидер, и новые экономические условия. Они всегда вызывают поначалу протест, потому что для человека в течение всей его истории обновление или сохранение существующего положения вещей было фактором выживания. Все новое таило в себе угрозу. Это инстинктивная реакция, срабатывает инстинкт самосохранения. Какой лучший способ, да, встречаются две собаки, обе не понимают, что произойдет дальше, да, кто для кого угроза, они останавливаются, обнюхивают друг друга. Они таким образом, ну, понимают по запаху, каково настроение, да, есть агрессия или нет. А щупалый почер. Они начинают либо играть, либо гоняться друг за другом с целью съесть, либо пытаются совокупиться, либо разбегаются в стороны. Вот точно так же и люди, когда вы встречаете что-то новое, почему бы не обнюхать поначалу, да, почему бы не понять, что это на самом деле, почему бы не подождать, высказывать свое мнение, пока не попробовать что-то такое. У вас же есть возможность понюхать, да, ну, не погружаться, не прям сдаться, все, заключить контракт, а попробовать, походить, поискать, понять, поговорить с другими людьми, поискать информацию на форумах. А может быть, потом нужно попробовать что-то сделать и убедиться, что это, например, не то, чего ты хотел бы, или наоборот, то, чего ты хотел бы. Прямо скажем, это принципиально новая штука. Вот работа онлайн, оно вроде бы, вроде бы назревало, но вот прямо с оборудованным рабочим местом, с полностью готовым, как бы, офисом, да, вот, интернет-офисом. Такая, такую вещь я встречаю впервые. Может быть, она нова только для России, может быть, она где-то уже реализована, скорее всего, реализована. Понятное, понятное переживание. Не может быть так легко, не может быть так просто, не может быть так, что-то здесь есть. Наверняка тут какой-то подвох. Подвох, все ищут подвох, действительно. Парадоксально, все ищут продукт, который облегчает жизнь. Когда он находится, все говорят, это не может быть правдой, потому что это слишком просто. Я вспомню, вспоминая слова гениального философа Григория Сковороды, который сказал, все сложное и неправда. Все гениальное и просто, да? Да, но все обратное. Мы сегодня говорим об успешных людях. Радислав, успешные люди – это лидеры по жизни. Как найти в себе силы зажигать себя каждый день? Ой, это очень простая штука. Если мы возьмем в качестве метафоры электрику, то напряжение тем больше, чем больше разница потенциалов, плюс-минус. Разница потенциалов больше, больше напряжение. Меньше, меньше напряжение. По сути, человек, который горит, который ведет за собой, который реализует новые проекты, вся энергия, она связана с разницей потенциалов. Вот что я имею, вот что я хочу. Причем это неважно, иметь или создать. Вот сегодня, вот завтра. Фактически, планирование, постановка целей отдаленных и привлекательных – это работа по пробуждению собственной энергетики. Должен сказать, что большинство людей, к сожалению, не владеют навыками постановки целей. Большинство не могут в ней отметить, чего они хотели бы даже. Ладно, не цель, ограниченная во времени, понятная, исчислимая, а просто чего бы вы хотели в перспективе. Жизнь покажет, судьба вывезет. Я хотел бы, чтобы у меня все было, и ничего не было. А что ты для этого делаешь? Что это значит? Ничего. Ничего не значит. То есть, будущее размыто. И разница потенциалов – ноль. Поскольку люди говорят, я хотел бы, чтобы было как есть. Вот мне сейчас хорошо, я хотел, чтобы было как есть. Разница потенциалов – ноль. Соответственно, энергетика понижена, блеска в глазах – нет. Вгляда вперед – нет и так далее. А люди, о которых вы говорите, вот те самые успешные, харизматичные, лидеры и так далее, это, как правило, люди, у которых есть масштабные цели. Более того, разница потенциалов с будущим, мы не рассмотрели разницу потенциалов с прошлым. Потому что если вы стартовали, как большинство из людей, которые детство провели еще в Советском Союзе, мы стартовали примерно из одного положения. Из нуля, из минуса. И то, к чему мы пришли, очень по-разному. Ну, разный уровень успеха, да, разный уровень достижений. И у кого-то он огромен. И это тоже создает разницу потенциалов. Когда человек оглядывается, он понимает, к чему он пришел за это время. Его это тоже возбуждает. Но здесь важно поставить цели масштабнее, еще больше впереди. Понятно, постановка цели очень важна. Радислав, скажите, а правда ли, что нельзя сравнивать себя с кем-то? Нужно сравнивать себя в прошлом и себя, предположим, настоящим. Я эту идею всегда повторяю на тренингах. Сравнить себя бесполезно. Всегда найдется кто-то умнее, успешнее, богаче, красивее. Ну и так далее. Всегда найдется кто-то, и ты будешь испытывать неприятные чувства, если для тебя этот уровень недостижимый. Я, например, никогда не пробегу марафон 33 года, просто потому что у меня уже не 33 года, а у меня есть товарищ, который в 33 года пробежал марафон. Ну и что толку, о чем мы говорим? Но зато, если я вспоминаю себя 10 лет назад, например, я понимаю, что то, что я сделал сейчас, это фактически все равно, что я пробежал марафон. Но он никогда не сделает того, что сделал я. Надо сравнивать себя с самим собой. В этом смысле мне очень нравится гольф, которым я увлекся недавно. Это игра, которая воплощает эту идеологию. Когда вы даже играете с другим игроком, вы играете не против него, он может быть гораздо сильнее вас, но он дает вам фору равную разницу ваших гандикапов, то есть самого большого достижения. И когда вы играете с другим игроком, вы соревнуетесь не с ним. Вас радует, если вы прошли 18 лунок лучше, чем всегда. И даже если вы проиграли, вы пришли четвертым в группе, но вы сыграли лучше, чем прежде, вы радуетесь. Но человек, который выиграл, может сыграть хуже своего гандикапа, и он будет огорчен. Это такая парадоксальная вещь, как в жизни. Человек, добивающийся большего, может быть огорчен своими результатами. Человек, поднявшийся лишь чуть-чуть, сделавший первые шаги и получивший первую прибыль, так счастлив, так счастлив, потому что он сделал себя, он победил себя, он превзошел себя. Вот же в чем ценность. Соревнуясь с собой, ты постоянно совершаешь точно неизбежно. Соревнуясь с другими, ты постоянно в депрессии. Скажите, а какие личные качества стоит развивать профессионалу в продажах? Вы знаете, ответ на этот вопрос мне представляется настолько очевидным, что, наверное, не стоит тратить времени на это. И мне бы хотелось сказать о другом. Я вчера твит выпустил на эту тему, я спросил, ну не спросил, точнее, я констатировал факт, что официанты называют себя официантами, они называют себя девушка. Они говорят, сейчас девушка подойдет, я сейчас девушку позову. Ваша девушка отошла, сейчас она вернется. Какая девушка? Какая моя девушка? Мой официант. Они называют себя официантами, им стыдно. Я понял, что им так же называть себя стыдно официантами, как стыдно проституткой называть саму себя. Точно так же с продавцами. Продавец, не продавец, он менеджер по продаже. Какой же он менеджер? Менеджер – это человек, который управляет процессом, используя мускульную или интеллектуальную силу других людей. Если у тебя нет никого в подчинении, ты не можешь быть менеджером, это абсурд. Но наши работодатели для того, чтобы снизить психологическое напряжение продавцов, назвали их менеджером по продаже, как бы статус поняли. Однако, почему мы стыдимся слова продавец или такой функции, как официант? Мы же прислуживаем, мы же обслуживаем, мы это воспринимаем как низшую ступень в эволюции, низшую ступень в иерархии бизнеса. Но при этом нужно понять следующее, без продаж нет бизнеса. Бизнес – это продажи. Если не продается услуга, товар, она уходит с рынка, компания больше не существует. Я не понимаю, откуда такое пренебрежительное отношение к продавцам, у самих продавцов родилось. Что они, спрашиваешь продавца, а как ты видишь свою карьеру? Он говорит, никак, перекантуюсь пару лет, и там что-то в офис сяду. Или люди ищут себе работу, они в отчаянии, работа зверски нужна, но они говорят, что угодно только не продавать. Но ведь продажи – это основа всего, это кругольный камень любого движения средств. Без продавцов не работает ничего. Это самые важные люди в компании. И это очень отчетливый вид по тому, насколько много денег тратят работодатели на подготовку продавцов. Сколько тренингов проходят продавцы, топ-менеджеры не проходят, сколько тренингов. Потому что в них вкладываются, вкладываются, вкладываются. Но некоторые продавцы умудряются несовершенствоваться в этом навыке, поскольку они себе не отмеряют на всю жизнь. Эту жизнь в профессии они не видят так долго. Два-три года, переконтуюсь, заработаю, а потом что-нибудь найду такое. Вот мне кажется, очень важно для человека, который работает в продажах и делает в этом успехе, определить для себя горизонт карьеры всю жизнь. И тогда он будет совершенствоваться в этом навыке. Он будет расти раз за разом. Совершеннее и совершеннее. Лучше, лучше, умнее и умнее. Грамотнее, грамотнее. Большая эффективность. На 100 звонков 4 заказа. 8, 28, 92. Я приезжаю в Европу, официант у 56 лет. Бог. Ну вот Бог. Он никогда не ходит за блокнотом. Он никогда не ошибется. Он никогда не переспрашивает. И так вы заказали. И начинает читать. Я уже не помню, что я заказал. Он всегда все помнит, обслуживает весело, с прибаутками, быстро и так далее. Он достиг совершенства в своей профессии. Когда смотрю на наших мальчиков и девочек, которые как утки перекатываются по ресторану, и еще и с гордым, понимаешь, таким видом, как будто они мегапрофессионалы. И они не собираются профессионалами остановиться. Вот что важно. Ориентация на профессионализм. Более того, почему люди иногда уходят с работы? Они уходят потому, что они не видят перспектив. Все, я достиг потолка, у меня дальше ничего не светит. Человек, всякий нормальный человек хочет развиваться. Всякому нормальному человеку должно доставлять наслаждение и возможность развиваться в профессии. Если вы ненадолго, если вы перекантоваться под заработать, то не надо. Никакие личные качества не помогут. Но если вы скажете, я продавец, и это звучит гордо. Нет, продавец не звучит гордо. Звезда продавец, мегапродавец, продавец Бэтмен. Вот это звучит гордо. Если ты к этому стремишься, если ты наращиваешь персонализм, и удовольствие будет, и заработок будет, и уважение будет. И, в общем, по большому счету, продавцы Бэтмена вернут уважение к профессии в целом. Мне кажется, она сегодня незаслуженно имеет низкий социальный рейтинг. Вернем продавцу гордо имя. Радислав, я благодарю вас за интервью. Спасибо вам, Жанна. И всем, кто нас видел и слышал. Я напоминаю, что гостем студии был известный бизнес-тренер, предприниматель Радислав Контапас. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.